Приветствую вас, София. Так, понимаю, что вас зовут София. Смотрите, вот есть несколько моментов, на которые я хочу обратить ваше внимание. Первое. Как стать более общительной? Второе. Значит, начинаю общаться с людьми. Нормально. Пропажу интересы. Не знаю, на какие темы разговаривать. И люди говорят, рассказываешь что-то. Вы хотите стать более общительной? Мой вопрос. К вам, да, мой вопрос. К вам. Он будет, наверное, звучать примерно так. Вы хотите стать более общительной? Зачем? Для чего? Вы хотите стать более общительной, чтобы что? Вот. Тут, наверное, первый вопрос. Какая цель? Да, потому что общение ради общения, если, ну, это не самое лучшее решение. Это путь ведущий никуда. Вот. Потому что общение ради общения всегда довольно напряжен для человека. Вот. И, в общем-то, это вполне нормально, что напряжено для человека. Потому что, ну, общение вот в таком случае нужно поддерживать постоянно, да? И это вот, мягко говоря, это не легко, мягко говоря. Потому что, ну, общение постоянно, ну, как бы, оно вот так норовится, да, закончится, оно так норовится, там, куда-то вот уйти и так далее. Вот. 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 Это, собственно, проблема достаточно серьезная, достаточно важная проблема. Вот. Поэтому, первое это свежая цель. Да? Вот. Какая цель? Ну, ваше общение. Ваше общение. Какая цель? Почему вы хотите стать более общительной? Вот. Ага. Чем вас не устраивает общение, которым, ну, вот вы, тот уровень вашей общительности, который у вас есть сейчас? Вот. Почему вы, условно говоря, ну, считаете, что вам нужно стать более общительной? Откуда вот это вот, грубо говоря, требование к себе, да, что, ну, что вот я должна быть более общительной? Это важный. Это важный момент. Достаточно. Это, это достаточно, такой, важный элемент. Следующее. Бывает, начиная общаться с людьми, пишите вы. Общаться с людьми по поводу чего. Или, или на основании чего вы пытаетесь, ну, вот, общаться с людьми. Начинать общаться, пошли, пошли. Общаться с людьми. Какие отношения для общения? Какие? Ну, что общего между вами и людьми, с которыми вы общаетесь? Я повторюсь, именно общего, что между вами и людьми. Вот. Это очень важный момент. Потому что, если общение происходит без какой-то такой вот конкретной, эм, а цели без конкретного интереса, если общение происходит, то совершенно нормально, что вы будете чувствовать напряжение. Вот. Поэтому очень важно, как разобрать этот момент. Очень важно поисследовать этот момент. Очень важно просмотреть этот момент. Понимаете, да? Понимаете, да? О чем, эм, ну, о чем идет речь? Понимаете, о чем я, о чем я говорю вам? Далее. Далее. Эм, начало нормально. Эм, вот, тоже, эм, такой, достаточно интересный аспект. Эм, что это значит, э, нормально? Ну, вот, вы говорите сначала нормально, да? Эм, нормально, ну, вообще, вообще-то, вообще, нормально для кого? Да? Эм, нормально для вас. Нормально для, эм, ну, для другого человека, нормально. Вот. То есть, э, ну, честно говоря, я, честно говоря, не понятно. Честно говоря. То есть, вот, что вы имеете в виду, да? Эм, неясно, неясно здесь, я бы сказал. Вот. Неясно, потому что, эм, нормально, это очень, э, ну, такое вот, эм, обобщенное понятие. Вот. Это именно, что обобщенное понятие. Это именно, что, э, оно, вот, обезличенное, да? Вот. А что есть норма? Что представляет от себя норма? Что есть ваша норма? Опять. О чем пропадает интерес? Не знаю, о чем, о чем они, какие темы говорят. Ну, смотрите. А вы здесь, эм, значит, пишите, что пропадает интерес. Пропадает интерес. А чей интерес пропадает? Ваш или собеседник? Если вы не знаете, о чем говорить, если вам не о чем говорить, то, естественно, что интерес пропадает. То есть ваш интерес пропадает потому, что вам не о чем говорить. То есть ваш интерес пропадает потому, что вам не о чем говорить. Если, э, первичное, это пропадает интерес, то есть вам просто, ну, становится неинтересно общаться с эм, ну, грубо говоря, с эм, человеком, допустим. Это одно. Если вам становится не о чем общаться с эм, это другое, но это все равно согласен, что общего на диване мало. Вот. И, э, встает вопрос, опять встает вопрос о, эм, общего, об общего на диване. То есть вот, э, как много между вами общего, что между вами общего, ради чего вы, выстраиваете общение, общение, понимаете? Вот. Вот, э, ибо, может быть, я не говорю, что это вот прям сто процентов так, потому что, ну, я не знаю, я могу не знать, да? Я не говорю, что это сто процентов так. Но, может быть, э, ситуация такова, э, что вы, в принципе, не можете с э, людьми, ну, вот с этим человеком общаться. Вы, в принципе, не можете, может быть, такая ситуация, может быть, в такой момент, что вы, что вы, вот в принципе, да, просто вы, в принципе, э, ну, грубо говоря, друг другу, вот, не подходите. Вот. Он, может быть, что между вами, ну, очень мало общего, что вы, ну, не можете, ууууу, во всем взаимодействовать, вот, ну, вот на том уровне, чтобы э, 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 ну, чтобы вас обоих, да, все устраивало, к примеру. То есть, почему пропадает интерес, чем это обусловлено? Пропадает интерес. Нужно выяснить, ибо причин может быть много, очень много может быть причин, почему интерес пропадает, да, и это естественно. Дальше. Так, не знаю, о чем и какие темы разговаривают. Это вопрос того, что вам, того, что вам, лично вам интересно. Понимаете? Это вопрос того, что лично вам нравится, что лично вам, что лично у вас вызывает такой живой интерес, да, что лично у вас вызывает эмоциональный отклик. То, что вы сами хотите изучать, исследовать, познавать и так далее. То есть, вот этот, этот момент, он крайне важен здесь. Вот. Собственно, об этом и разговаривает. Либо интересоваться чем-то, либо что-то рассказывать. Тут вам интересно. Люди говорят, рассказывают что-то, я даже не знаю, что рассказывать. Ну, опять же, здесь не совсем понятно, вот, кого вы имеете в виду, да, то есть, что рассказывают что-то. На мой взгляд, на мой взгляд, немного странная появится, когда люди, вот, так говорят, отказывают что-то. Вот, я честно говоря, не очень, не очень понимаю, а, я не очень понимаю, что, эм, ну, что это за люди и интересуются ли они вами, или они интересуются, э, во время правовождением. Понимаете? То есть, вот это очень такой важный момент, хотят люди просто провести время, да, ну просто, просто провести время, или люди хотят именно что, или люди вам интересуются, вот это две разные вещи. Ну вот, совершенно разные вещи, вот, и как бы, если люди интересуются вами, то чтобы люди интересовались, точнее, вами, нужно чтобы у вас был интерес, чтобы вы сами интересовались собой, чтобы вы сами свои интересы продвигали, вот. Если же люди интересуются времяпроводением, то чтобы вы не говорили, чтобы вы не говорили, удержать этих людей у вас в любом случае. Рядом с собой не получится, потому что, как только они найдут собеседника интереснее, они найдут собеседника интереснее, вот. Сразу вы станете не нужны, и, в общем-то, в общем-то, это нормально, потому что здесь имеет место быть такой вот, ну, собственническое восприятие. восприятие, а, собственническое восприятие от партнера, вот, и, соответственно, ничего хорошего, если такое общение не получится, вот. Дальше, я не знаю, что рассказать, но, опять же, да, это вопрос того, что вас интересует, вот, если вас не интересует ничего, да, если есть вот проблема того, что вас ничего не интересует, крат, если есть такая трудность, это вопрос, может быть, о наличии у вас депрессивного состояния, либо такой вот подавленности, неверности, себя страхов, каких-то перед, ну, перед собой, перед своими интересами и так далее, вот. Если это так, то с этим нужно разбираться, блин, потому что это вам очень сильно мешает, в любом случае, мешает вам, ну, быть самой собой, быть мешал. Вот, это то, что необходимо, необходимо корректировать, вот, ну, в любом, в любом случае, это то, что необходимо корректировать. Вот, ну, вот, в принципе, такой, наверное, ответ я мог бы вам дать, вот. Вот, исходя из того, что вы написали в своем тексте, вот, то есть, как видите, разобрать ваши, ну, вот, как видите, разобрать, вашу ситуацию, разбирать вашу ситуацию, нужно постепенно, вот, и последовательно, последовательно, вот. Такой момент, я надеюсь, что это было вам полезно, я надеюсь, что вы для себя увидите что-то вообще, вот, полезное, очень надеюсь, что вы вы увидите для себя что-то ценное, в том, что я вам озвучил, вот, и пересмотрите свой подход к общению, сделать его более таким осознанным, более ценностным, что ли, вот, более таким духовным, ну, наполненным, наполненным духовным смыслом, вот, и, соответственно, вы сможете получать удовольствие от общения, не выделяя его в какую-то такую отдельную, если можно сказать, категорию, ну, какой-то вот деятельности, да, скажем так. Я вам желаю всего самого доброго, я надеюсь, что ситуация разрешится, удачи! Продолжение следует...